Идет какая-то тягомотина, такая нудистика. Часть пытается под себя перебрать, забрать людей-плохотюка. Часть пытается рассказывать про какие-то там стратегии, секретные операции. Сегодня касаемо силовых ведомств, я вам четко говорю, что то, что я увидел до сих пор, я понимаю, как относится к любой критике Андрея Анастаса, но сегодня касается МВД, там МВД превращается в кулинарию, понимаете? Потому что сотрудники, рядовые сотрудники, которые ждали изменений, и не только рядовые, потому что, понимаете, многие же специалисты выполняли свою работу, а там сегодня просто сумасшедший дом. То есть, мне очень странно, что Андрей, чем выражается, когда на одной из встреч там кое-кто пытался, не пытался, просил остаться кавкалюка, потому что я тебе там обещал, ты мне нужен. Когда сотрудники и руководители среднего звена передают информацию о каких-то незаконных схемах и на следующий день им звонят такие люди, как кавкалюк, ребята, что вы там передаете, вы думаете, я не в курсе, у нас там типа все хорошо и так далее. Сегодня убрали пятое управление, управление по спецоперациям в МВД, которое больше всего занималось репрессиями конкретно в адрес меня и нашей партии. Они занимались и регистрацией нашей партии, но имеется в виду то, чтобы она не регистрировалась несколько раз. Они круглосуточно занимались слежкой за мной, за нашими людьми. Они сфабриковали вместе с кавкалюком дело, когда посадили Цеповича в тюрьму за покушение на кавкалюка, когда мы якобы там вайбер или в фейсбуке обсуждали и так далее. Но его сегодня Настасы уничтожил как таковое, да? И я понял, что он как бывший прокурор и адвокат, он понятия не имеет об оперативной работе. Там есть оперативное дело агентов, там есть очень много материалов в этом ведомстве конкретно, о которых даже не положено знать министру внутренних дел, потому что если это говорить о каких-то агентах, о каких-то оперативных псевдонимах и так далее, есть люди, которые работают на государство, у которых уже другие изменены, в том числе и персональные данные, понимаете? То есть и вот просто взять всех убрать, да, там были люди, которых нужно было одним настучать по шапке, других отправить в тюрьму, но они должны были это сделать правильно. Когда мне спрашивали, я там спорил с некоторыми экспертами, вот, а ты бы как сделал? Я говорю, послушайте, я бы просто всех бы вывел бы за штат и потом бы дал бы, вернул бы обратно только те, которые нужны. Но уничтожать этот инструмент и то, что они запланировали еще в ближайшее время, я с этим не согласен. Потому что с одной стороны, он там сам говорит, не все плохие, с другой стороны, взял, взял, очень серьезно покалечил сегодня МВД. Такая же ситуация в комиссариатах полиции, понимаете? Люди ждут другого. Когда я рассказывал в эфире одного из национальных телеканалов в прошлый четверг, как спокойно уезжал Костя Ботнер из страны, которую все знают, как Костю Борсетку, да? То есть человек, который два-три дня стоял во фуру во дворе, который грузил картины, шубы, грузил, выгружал, перефасовывал все это, прощался с родственниками. В это время МВД ничего не предприняло даже для его задержания на 72 часа, и вообще они никого не задерживали. Вы понимаете, когда это неправда, то, что вот все ждали нового генпрокурора, без прокурора ничего нельзя, в большинстве случаев. Но они могли возбудить уже 100 дел по статье мошенничества, а эта статья подходит половину из тех жуликов, которые возбудили бы дело в полиции, полиция бы их задержала, и дальше, поверьте, половина из этих людей бы начали давать показания.